Беседа 57, 606, Бытие 30, 25 Сегодня надобно передать вашей любви остатки вчерашней беседы, дабы и сообщаемого ныне, познав и попечение Божие об Якове, и собственное благочестие праведника, мы поревновали его добродетели. Не без цели благодать Святого Духа сохранила для нас в письмене все это повествование, но для того, чтобы побудить нас к соревнованию и подражанию добродетельным мужам. И действительно, когда мы услышим о терпении одного, о смиренно мудре другого, о страннолюбии третьего, о великой добродетели каждого из них слышим, то, как все они прославились, возвеличились, то возбуждаемся к соревнованию в этом. Итак, изложим сегодня остальное повествование об этом праведнике, и тем заключим нашу беседу. 25 стих. После того, как Рахиль родила Иосифа, Яков сказал Лавану, «Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай мне жен моих и детей моих, за которых и я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». Смотри, какое благомыслие в этом праведном муже. Видя явное благоволение Божие к себе, он не возгордился перед Лаваном, но с великой кротостью, говорит, отпусти меня, чтобы я пошел. Поистине ничего нет сильнее кротости, ничего нет ее могущественнее. Вот смотри, как Яков сам сначала показал кротость, то и Лавана заставил отвечать себе с добрым расположением сердца. И сказал ему Лаван, «О, если бы я нашел благоволение перед очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». И сказал, «Назначь себе награду от меня, и я дам тебе». Лаван, говорит, увидел, что благодать над ним. «Не могу не признать, говорит, что после твоего прибытия я пользовался великим благоволением Божиим. И так как я чувствую благодеяние, полученное мною ради прибытия твоего, то предложи какую хочешь награду себе, и я дам с готовностью». Заметь же, что значит кротость, и не оставим без внимания этого сказания. Обрати внимание на то, что тогда как праведник не напоминал и не искал наград за труды, а сказал только, «Отдай мне жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду». Лаван, уважая великую кротость праведника, сам говорит, «Скажи, какую хочешь получить от меня награду, и я дам ее охотно». Да разве жены и дети Якова не были с ним? Для чего же он говорит, «Отдай мне жены, детей моих». Яков говорил так, воздавая ему надлежащую честь, во всем обнаружив собственный свой нрав, и желая мирно расстаться с Лаваном. И вот видишь, как этими словами он расположил к себе Лавана, так что он обещал дать ему награду, и выборы предоставил ему самому. Что же, праведник, посмотри опять на великую его кротость, как он и при этом не хочет быть неприятным и неучтивым к Лавану. Что же он делает? Он снова призывает его самого, свидетеля своего, к нему расположения, и оказаны ему преданности во все время служения. И сказал ему Яков, «Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим, когда же я буду работать для своего дома?» Тебя, говорит, призывая вас свидетелей моих трудов, ты сам знаешь, с каким усердием я делал все со своей стороны, приняв от тебя стадо немногочисленное, я своим старанием и неусыпной заботливостью увеличил его до множества, потом, обнаружив благочестиство, и продолжает, и благословил тебя Господь пришествием моим. Знаешь ты сам, что с пришествием моим к тебе благодать свыше умножила достояние твое, и так, как и я с своей стороны делал для тебя все с полным усердием, исполняя службу, и Божья помощь явно оказана тебе, то теперь по справедливости надобно мне и для себя устроить дом. Что значит «и устрою себе дом»? Значит, жить на свободе и занятия своими собственными делами. Выслушав это, Лаван сказал ему, «Что дать тебе?» Яков сказал ему, «Не давай мне ничего, если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих, или скажи, что хочешь, ты получишь от меня. Я и сам сознаю это, и не отрицаю, знаю, как много мне дано от Бога, и что с пришествием твоим благословил меня Бог, и сказал он ему, «Ничего, говорит, я не хочу получать от тебя в виде платы, но дай мне только то, что я скажу, и я опять буду пасти овец твоих. Вот чего именно я хочу. Посмотри, какое предложение делает праведник Лавану, уверенный в Божьей помощи. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами, и с пятнами всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами из коз. Такой скот будет наградой мне и будет мой, и будет говорить за меня пред тобой справедливость моя. В следующее время, когда придешь посмотреть награду мою, всякое из коз не с крапинами, и из овец не черная крадена это у меня. Заметь благоразумие праведника, 608. Зная, сколь велико к нему благоволение слышно, он просит у Лавана того, что по естественному порядку вещей казалось или трудным, или вовсе невозможным, потому что редко бывает, чтобы рождались животные с разнообразным цветом шерсти. А Лаван по этой самой причине не замедлил согласиться на требования Иакова и сказал, хорошо, пусть будет по твоему слову. И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим. И назначив расстояние между собой и между Иаковом на три дня пути, Иаков же пас остальной мелкий скот Лаванов. Разделив, то есть, свои стада по предложению Иакова, он одну часть поручил своим сыновьям, а Иаков пас овец Лаванова. Какие же это? Именно те, которые не имели никакой пестроты в свете шерсти. А все это делал для того, чтобы и праведник на самом опыте узнал величие Божие по печенью о себе. И Лаван увидел, какой помощью свыше пользуется Иаков. И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндалевых и яворовых, и вырезал на них Иаков белые полосы, снял кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал перед прутьями. И зачинал скот перед прутьями, и рождался скот пестрый и с крапинами, и с пятнами. Так поступает праведник не по собственному своему побуждению, но так благодать свыше внушала разуму его, потому что совершавшееся происходило не по обыкновенному порядку природы, а было много дивного и превышающего естественный порядок вещей. И отделил Иаков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому, и всему черному скоту лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом лавана. Поскольку рождавшиеся животные были все именно такие, какие он предназначил для себя, то он отделял их, и таким образом составил для себя особое стадо. «Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытох перед глазами скота, чтобы он зачинал перед прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал, и доставался слабый скот лавану, а крепкий Якову. И сделался этот человек весьма-весьма богат, и было у него множество мелкого скота, и крупного скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов». Что значит повторение этого последнего слова? Оно выражает великое изобилие, то, что Яков не только значительно, но и весьма разбогател. И услышал Яков слова сынов Лавановых, которые говорили, «Яков завладел всем, что было у отца нашего, и из имени отца нашего составил все богатство себе». Заметь, как зависть доводит их до неблагодарности, да не их только, но и самого Лавана. И увидел Яков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. Слова сыновей стревожили дух Лавана и заставили забыть то, что он прежде сказал Якову в беседе с ним. «Благословил меня Бог пришествием твоим». Человек, благодаривший Господа за то, что с приходом праведника он благоволил умножить его богатство, теперь, переменив под влиянием детей свои мысли, воспоминялся завистью. И, видя праведника в великом изобилии, не хотел более обращаться с ним по-прежнему. Видишь ли, как велика кротость праведника и сколько неблагодарности у тех, как они, не думая подавить себе зависть, смутили и дух отца. Посмотри же далее, как неизреченно попечение Божие, какое снисхождение являет он, когда видишь, что мы со своей стороны делаем все возможное. Бог, видя ненависть их к праведнику, говорит Иакову, «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». Довольно, говорит, пожил ты на чужой стороне. Я хочу теперь исполнить то, что обещал тебе прежде, когда говорил, «Возвращу тебя в землю твою». «Итак, возвращайся без всякого страха, потому что я с тобою буду». Для того именно, чтобы праведник не медлил своим возвращением, но смело предпринимал обратный путь. Для того Господь и говорит, «Я с тобою буду». Я доселе благоустроявший жизнь твою и умноживший семя твое. Я и впредь буду с тобою. Праведник, услышав это от Бога, уже не медлил, но стал приготовляться к путешествию. И послал Яков, и призвал Рафиль Илью в поле, к стаду мелкого скота своего. И сказал им, «Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему. А отец ваш обманывал меня и раз в десять переменял награду мою. Но Бог не попустил ему сделать мне зло, когда сказал Он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда Он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь родил пестрых. И отнял Бог весь скот у отца вашего и дал его мне. Шестьсот десять. Смотри, как Он объявляет им и неблагодарность к нему отца, и свое усердие, какое Сам оказывал служение ему. Вы знаете, говорит, что я всеми силами служил вашему отцу. Вместе с тем, Он изображает им попечение о нем Божие, показывает, что все, делал вышная помощь, и богатство Лавана передало ему эта благодать. Однажды, в такое время, когда скот зачинает, я взглянул, увидел во сне, и вот козлы и овны, поднявшиеся на скот, на кос и овец, пестрые, с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне, Яков, я сказал, вот я, он сказал, возведи отчество и посмотри, все козлы и овны, поднявшиеся на скот, на кос и овец, пестрые, с крапинами и с пятнами, Ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Видишь ли, что сила Вышняя творила все это, вознаграждая праведника за труды, поскольку тот был неблагодарен к нему, то щедролюбивый Господь обильно награждает праведника. Видел, говорит, что делает Лаван с тобою. Научимся отсюда, что если мы кротко и терпеливо будем переносить обиды от кого бы то ни было, то тем более великой и щедрой помощи удостоимся свыше. Поэтому не будем противоборствовать старающимся вредить нам, а будем великодушно переносить, зная, что Господь всячески не презрит нас, если только мы со своей стороны окажем благомыслие. По этой причине Иаков сказал, но Бог не позволил ему сделать зла мне. Мне отмщение я воздам, говорит Господь. Тогда как Лаван хотел лишить меня, говорит, награды за труды. Господь в таком обилии явил нам свою милость, что все достояние его передал нам. Видя, что я исполнял работу добросовестно, а тот поступал со мной ненадлежащим образом, Господь и показал такое промышление о нас. А что я говорю, это не без причины, не напрасно. Хочу обвинить Лавана. Имею Бога свидетелем всех поступков, отца вашего со мною. Ибо Господь, говорит, видел, что Лаван хотел сделать со мною, потому что не только лишил тебя воздаяния, но и не так расположен теперь к тебе, как прежде, и изменился в своих намерениях. Я, Бог, явившийся тебе в Ефиле, где ты возвил Елей на памятник, и где ты дал мне обед. Теперь встань, выйди из земли сей, и возвратись в землю Родины твоей, и я буду с тобою. Господь хочет таким образом привести на память Якову то, что обещал ему тогда, сказал, весьма размножу тебя, и буду хранить тебя до земли твоей. Я, говорит, тот, который явился тебе и дал тебе свои обетования. Я и ныне, поскольку настало время, привожу в исполнение обещанное тебе тогда и повелеваю тебе возвратиться без опасения, потому что я буду с тобою. Господь напоминает Якову его молитву, и сделано им обещание. В чем же застояла молитва? В том, что я тебе дам, дашь ты мне десятую часть, посвящу тебе. Так как Яков дал этот обет в то время, когда ничего не имел с собой и странствовал, как беглец, то Господь и говорит ему теперь, когда я явился тебе, ты дал мне обет, сказав, из всего, что ты дашь мне, десятину отделю тебе. Этой молитвой я обетом, исповедуя мое всемогущество и очами веры подозревая будущее свое благосостояние. Ныне, когда должны совершиться изреченные мной обетования, настало время и тебе исполнить обет свой. Итак, возвратись, я везде буду соприсутствовать тебе, благоустроя для тебя путь твой, и ты ни от кого не потерпишь никакого вреда, так как десница моя будет для тебя повсюду по кровам. Рахиль и Лиа сказали ему в ответ, есть ли еще нам доля и наследствие в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все имение и богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. И так делай все, что Бог сказал тебе. Вот и они повинуются воле Божией и еще представляют неоспоримые рассуждения. Что у нас есть еще общего, говорят они с отцом нашим? Однажды навсегда он отдал нас тебе и богатство и славу, которые отнял Бог от отца нашего, дал тебе. Мы будем иметь и чадо наше. Немедлиже не откладывай, а делай, что повелел тебе Бог. Вот. Встал Яков и посадил детей своих и жен своих на верблюдов и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, и все свое, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю ханаанскую. 613. Заметь, какое мужество духа имел праведник и, как отбросив всякий страх и опасение, повиновался по велению Господа. Видя уже нечистоту совести в Лаване, он не только теперь, как прежде, рассуждать с ним, а только исполнял по велению Господня и, взяв жены детей, отправился в путь. И, как Лаван пошел стричь скот свой, то Рафиль похитила идолов, которые были у отца ее. Не без цели это замечено, а с целью показать, что дочери еще держались отеческого обычая и имели большое уважение к идолам. Рассуди, в самом деле, с какой заботливости она это сделала. Не унесла у отца другое что-либо, а одних только идолов. Притом, сделала это тайно и от мужа, потому что он, конечно, не позволил бы этого сделать. Яков же похитил сердце у Лавана Арамейнина, потому что не известил его, что удаляется, и ушел со всем, что у него было, и стал, перешел реку и направился к горе Галаад. Прошу заметить и здесь великий промысел Божий, именно в том, что Бог не попустил Лавану узнать об удалении Якова до тех пор, когда прайдник был уже далеко. По прошествии трех дней сказано, сделалось это известно. На третий день сказал Лавану Арамейну, что Яков ушел, тогда он взял с собой сынов и родственников своих, и гнался за ним семь дней, и догнал его на горе Галаад. Вот и опять видно неизреченное попечение Божие. Тот, кто сказал возвратись в землю, то я буду с тобой, сам и теперь являет свое промышление. Видя, что Лаван с сильным негодованием преследует праведника и хочет взыскать с него, так сказать, пенью за побег, Бог является Лавану ночью во сне. Говорит, берегись, не говори Якову ни доброго, ни худого. Посмотри, как Бог в попечении своем о праведнике с ним сходит для того, что беседует даже с Лаваном, дабы потрясти его душу, удержать его от нападения на Якова. Велика благость Господа. Он видел, что Лаван спешит на битву, хочет напасть на праведника. Поэтому Бог словом своим останавливает его намерение и говорит, не говори Якову ни доброго, ни худого. Не покушайся, говорит, опечалить Якова даже словами. Берегись, удержись от своего злого намерения, украти гнев, обуздай свой раздраженный дух и не позволяй себе даже словом опечалить Якова и заметь человеколюбие Господа. Он не повелел Лавана возвратиться в свой дом, а только повелел ему не говорить праведнику ничего тяжелого, ничего оскорбительного. Почему же это и для чего? Для того, чтобы праведник на самом деле из опыта видел, сколь великого попечения удостаивает его Бога. Если бы Лаван возвратился, то откуда узнал бы это Яков или его жена? И для того Бог дозволяет Лавану идти и своими устами пересказать Якову то, что было сказано ему от Бога, дабы и сам праведник с большей поспешностью и смелостью продолжал путешествие. И его жены, узнав, какого попечения удостаивается Яков от Бога всяческих, отвергли отеческое заблуждение, подражали праведнику и получили отсюда достаточное назидание к Богопознанию. Для них не столь, конечно, достоверны были слова Якова, сколько слова Лавана, еще преданного идолопоклонства, потому что свидетельство о вере неверующих и врагов благочестия всегда имеет особенную важность. И это есть дело благоискусной премудрости Божией, когда она и врагов истины делает свидетелями истины и заставляет их собственными устами подтверждать ее. Догнал Лаван Якова. Яков же поставил шатер свой на горе. И Лаван со сродниками своим поставил на горе Галаад. И сказал Лаван Яку, что ты сделал? Для чего ты обманул меня и вел дочерей моих как плененных оружием? Смотри, как повеление Божие укротило его пыло, буздало ярость. Поэтому он скротостью обращает речь свою, как бы оправдываясь и выказывая отеческую любовь к нему. Так, когда мы пользуемся попечением свыше, то не только можем избегать наветов злых людей, но если лютые звери нападут на нас, мы не подвергнемся никакой беде. Владыка всяческих по преизбыточеству силы своей изменяет естество зверей и влагает в них кротость овчую, не отнимая у них природной лютости, но оставляя при той же природе, заставляет проявлять свойства овец. Это можно видеть не на одних только зверях, но даже и на стихиях, когда он хочет, то и самые стихии забывает свойственную им силу, и огонь не обнаруживает свойства огня. Всякий может убедиться в этом из примера трех отроков и Даниила. Даниила, окруженный львами, не потерпел никакого вреда, находясь как бы среди овец, потому что вышняя сила удерживала свирепость первых. А что они действительно остались зверями, не проявляя только своих зверских свойств, это на самом деле узнали те, которые были свирепи и бессловесных зверей. И это было для большего обличения последних, потому что они, будучи почтены разумом, превзошли однако жестокостью неразумных зверей, и они узнали на деле, что по действию промысла Божия и лютые звери убоялись праведника, и не дерзнули коснуться тела его, пить с ним хуже, чем звери. А чтобы они не сошли такого явления только каким-либо призракам, пример вслед за тем брошенных в ров уверил их, что только в отношении к праведнику они обнаружили кротость овец и забыли свою природу, а над брошенными после того показали свойства лютости. Подобное же произошло в пищи огненной. Стихия эта устрашилась тех, которые были в печи среди огня и не оказала над ними обыкновенных действий огня, силы ее, будучи как бы связаны невредимыми, сохраняла тела этих отроков, не коснулась даже волос их, как будто чье-либо повеление воспрепятствовало стихии обнаружить свойственное действие, а между тем находившихся вне пищи она истребила, в том и другом проявляя величие силы Божьей, как в том, что бывшие внутри печи остались невредимыми, так и в том, что находившиеся вне ее погибли, так когда мы пользуемся благоволением свыше, то не только избавляемся от наветов людей, враждующих против нас, но если подвергнемся нападении самых зверей, и тогда не потерпим никакого вреда, потому что рука Божия могущественнее всего, она отсюда ограждает нашу безопасность и делает нас необоримыми. Так случилось с Яковым, тот, кто с таким раздражением хотел настигнуть праведника, наказать его за побег, не только не говорит ему ничего грубого и неприятного, но как отец в беседе с сыном кротко обращает речь к нему и говорит, что ты сделал, для чего ты обманул меня, увел дочерей моих, как плененных оружием, смотри, какая перемена, смотри, как тот, который не истоствовал подобно зверю, подражает теперь кротости овец. Для чего ушел тайно, зачем, говорит, это сделал, что тебе это вздумалось, для чего так скрытно устроил свой уход, зачем ты убежал тайно и укрылся от меня, не сказал мне, я отпустил бы тебя с весельем, с песнями, с Тепаном и с гуслями, если бы я знал об этом, говорит, я проводил бы тебя так, посмотри, ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих, безрассудно ты сделал, посмотри, как он сам себя обличает и собственными устами сознается, что он приготовлялся худо поступить с праведником, но промысл Божий воспрепятствовал его намерению, есть в руке моя сила сделать вам зло, но Бога Отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори якого ни хорошего ни худого, представь себе каким утешением слова эти были для праведника и посмотри, как Лаван открыл ему и свои намерения и цель, с какой хотел его настигнуть и то, что страх Божий удержал его от исполнения своих злых намерений, Бог Отца твоего говорит, видишь, что и сам Лаван приобрел отсюда немалую пользу, получил из того, что сказано было ему Богом, величайшее свидетельство о Божьем всемогуществе, но так как и ты продолжает он этого захотел и Бог являет столь великое тебе попечение, что ныне пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо хотел быть в доме Отца твоего, зачем же украл богов моих, пусть так говорит, тебе это вздумалось, ты решился возвратиться в дом Отца твоего, но зачем же украл богов моих, о, крайне несмысле, таковы-то твои боги, что их и украсть можно, не стыдно тебе говорить, для чего ты украл богов моих, посмотри, какое крайнее было заблуждение, что люди, украшенные разумом, поклонялись деревам и камням, так, боги, твои лаван не в силах были защитить себя и тогда, как их захотели украсть, да и как могли это, когда были сделаны из камня, а бог праведника удержал твою ярость, даже без его ведома, и ты не думаешь о том, как велико твое ослепление, еще обвиняешь праведника в похищении, да для чего праведник решился похитить твоих богов, которых он гнушался, даже боли, у которых он знал, что они камни бесчувственные, но яков выслушав слова лавана с великой кротостью, сперва оправдывается в высказанных против него обвинениях, а потом предлагает сделать розыск о богах. Поскольку я видел, что ты ко мне нехорошо расположен, то я стал беспокоиться, чтобы ты не вздумал отнять у меня своих дочерей и все, что у меня есть, лишить меня моей собственности, как ты уже делал. Это причина и страх побудили меня тайно уйти от тебя. И ходил лаван в шатер Иакова и в шатер Лии, и в шатер двух рабы не обыскивал, но не нашел. И вышед из шатра Лии, вошел в шатер Рахили. Видишь, что Иаков не знал о похищении, сделанном Рахилью. Смотри, какое строгое наказание определяет он сделавшему кражу. У кого, говорит, найдутся, тот не будет жив. Не за то, только говорит, что украл, но и за то, что таким похищением он дает явное доказательство собственного заблуждения. обыщи, то есть действительно ли похитил я что-нибудь у тебя. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив природственников наших, узнавай. Ты не можешь обвинить меня ни в чем, кроме того, что я скрытно ушел от тебя, и на это я решился не по своей воле, а предвидя обиду, и боясь, чтобы ты узнав об этом, не вздумал отнять у меня своих дочерей и все другое, что я имею. Стих 32 И ходил Лаван в шатер Якова, но не нашел. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло, и села на них, и обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему, да не прогневается господин мой, что я не могу встать перед тобой, ибо у меня обыкновенная женская. И Лаван искал во всем шатре, но не нашел идолов. Много было ума у Рафили, что успела она перехитрить Лавана. Пусть слышат люди, доселе еще преданные заблуждения и дорожащие идолослужениям, положила тех, говорит, под седло верблюжьей и села на них. Что смешнее этого? Люди, разумом украшенные, удостоенные столь великих преимуществ от человеколюбия Божия, хотят чтить бесчувственные камни, и не скрываются, не подумают, как это нелепо, но как животные руководятся только привычкой. Поэтому Павел пишет так, «Разве вы не знаете, что раньше вы были Вадимы к безгласным идолам, как бы вас насильно вели?» И хорошо сказал он безгласным, «А вы, говорит он имеющий голос, наделенный слухом и словом, вы, как бессловесные, стремитесь к тому, что не имеют никакого чувства, и какое снисхождение может быть оказано таким людям. Но посмотрим, что говорит праведник, ободренный признанием Лавана, равно и тем, что Лаван не нашел никакой благовидной причины к порицанию его». Стих тридцать шестой Яков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Яков говорить и сказал Лавану, «Какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня? Из-за чего ты с такой стремительностью погнался за мною? В какой несправедливости можешь меня обвинить? В каком проступке? Мало того, что ты нанес нам еще и ту обиду, что обыскал все имение мое, ты осмотрел у меня все вещи в доме моем, что нашел ты из всех вещей твоего дома. Покажи здесь перед родственниками моими и перед родственниками твоими. Пусть они рассудят между нами обоими. То есть, сделал такой обыск, мог ли ты найти что-нибудь не принадлежащее мне или что-либо твое? Если нашел, вынеси на середину. И пусть все находящиеся при мне и прибывшие с тобой рассудят между нами. Так как он видел, что ни в чем не виновен, то с большим дерзновением он напоминает преданность, с какой служил ему во все время и говорит, вот, двадцать лет я был у тебя, овцы твои и козы твои не выкидывали, овнов стада твоего я не ел. После трудов стольких лет заслуживали я такую обиду. В настоящее время я полных двадцать лет жил в твоем доме. Растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи. И сон мой убегал от глаз моих. Или ты забыл труды мои, какие понес я во все время пасения овец и коз твоих. Можешь ли обвинить меня даже в том, что когда-нибудь овцы или козы твои были неплодны? Смотри, как он указывает на благоволение Божие, бывшее к дому Лавана вследствие его пребывания в нем. Это то же, что он и прежде говорил, благословил тебя Господь пришествием моим. Так как никто не может требовать этого от пастуха и не от присмотра пастушеского это зависит, а есть дело природы. Поэтому Яков прежде всего на это указывает Лавану, давая ему понять, что о его стадах было особенное промышление свыше. Можешь ли ты сказать, чтобы я когда-нибудь съел барана из твоих овец, как это обыкновенно делают многие пастухи? Звероловли я не приносил тебе, ни сам я то есть никогда не съел, ни зверь не мог у меня когда-либо похитить. Приносил я тебе когда-нибудь растерзанное зверем, а не каждый ли день ты видел, как другие пасущие стада приносят хозяевам звероядину. Но меня ты ни в чем таком не можешь обвинить или указать на подобный случай со мной в продолжении двадцати лет. Да и что говорить о растерзанном зверями, если когда я была пропажа, какая всегда может случиться, я не доводил ее до сведения твоего, а от себя вознаграждал украденное, было ли и постоянно с терпением переносил я и знойный жар и ночной холод, только бы сберечь целости стада твои. Мало того, и сон даже бежал от меня вследствие большой заботы. Видишь ли неусыпность пастыря, видишь ли напряженное старание, какое оправдание могут иметь те, которым верены пасты словесные и которые оказывают нерадение и каждодневно по слову пророка Иезекииля 34-3. Одних овец заколают, а других оставляют без всякого попечения, хотя и видят, что их то пожирают звери, то похищают чужие люди, хотя здесь труда меньше и забота легче, так как здесь руководствуется душа, а там много труда и для тела, и для души. 620. Послушай, что он говорит. Днем меня жег зной, и ночью холод, и сон бежал от меня. А может ли кто ныне сказать, что для спасения своих посомых он подверг себя опасностям и бедствиям? Из нынешних пастырей никто не может отважиться на то, чтобы сказать это. Один только Павел, учитель вселенной, мог зерновением говорить это, и даже больше этого. Но где же, скажет, кто-нибудь потерпел Павел такие труды? Послушай, что он говорит, кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Вот пастырская любовь. Падение других, говорит, он усиливает мои собственные страдания, соблазн других усиливает мой скорбь. Ему должны поревновать все, которым верено водительство словесных овец. И пусть они не будут хуже того, который показал такую неусыпную заботливость о бессловесных, и притом в течение стольких лет. Там, если бы и была небрежность какая-либо, не было бы беды. А здесь, если одна словесная овца погибнет, или будет похищена зверем, большая потеря, величайший вред, неизобразимое наказание. Если Господь донес собственную кровь, то будет ли заслуживать какого-нибудь снисхождения, не радеющий о том, который так почтен от самого Господа, и не исполняющий своего долга в попечении об овцах. Но возвратимся к продолжению библейского повествования. Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменял награду мою. Если бы не был со мной Бог, отца моего, Бога Враамы, и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бед все мои и труд рук моих и ступился за меня вчера. Смотри, как ободрило праведника признание Лаванова, и с какой смелостью он продолжает свое обличение. Ты знаешь, говорит он, что я служил тебе в продолжении двадцати лет, четырнадцать лет за дочерей твоих, а в остальные пас твоих овец. Однако ты хотел лишить меня награды, и все-таки я не жаловался на это. А из того, что ты сам сказал, я вижу, что если Бога Враамы, Исаака, не был мне помощником, теперь ты отпустил бы меня совершенно ни с чем, ты отнял бы у меня все и привел бы в исполнение обиду, какую предположил сделать. Но Бог, видевший смирение мое, бедствие мое и труд рук моих, вступился за меня вчера. Значит, так как Богу известно, с каким великим усердием исполнял у тебя службу, и какие труды переносил я, спася овец твоих в заботах проводя день и ночь, то презирая на то, он, как Господь человеколюбивый, вчера обличил тебя, отвратил от меня несправедливые и неразумные покушения с твоей стороны. Своим оправданием Яков достаточно подействовал на Лавана, обличая несправедливость к нему и исчисляя свои благодеяния ему оказанные. Поэтому тот, престиженный его словами, уже впадает в страх и желает заключить союз с праведником. Вот что значит попечение Божье. Тот, кто сам так устроил и с такой готовностью преследовал праведника, впадает такую боязнь, что ищет у него союза. Отвечал Лаван и сказал Яку, дочери, мои дочери, дети, мои дети, скот, мой скот, и все, что ты видишь, это мое. Могу ли я что сделать теперь с дочерями моими, с детьми их, которые рождены ими? Я знаю, говорит, что и дочери это мои, и все, что у тебя есть, перешло к тебе от моего достояния. Что же я могу сделать им или их детям? Теперь заключим союз я и ты. Это будет свидетельство между мною и тобою. Пресемь Яков сказал ему, вот, с нами нет никого, смотри, Бог свидетель между мною и тобою. Служит уликою, говорит, доказательством того, кто, если решится нарушить постановленное нами теперь, взял Яков камень и поставил его памятником. 622 Замечай, как мало-помалу лаван приводится и к богопознанию. Тот, кто недавно обвинял праведников в похищении своих богов и делал из-за них такой обыск, теперь говорит ему, так как нет с нами никого, кто мог бы в случае нужды засвидетельствовать настоящий наш договор, то Бог свидетель между мной и тобой. Он присутствует здесь, Он, Всевидящий, от которого ничто не может скрыться, Он, ведущий намерение каждого, и поставил Яков памятник, и сказал Яков родственникам своим, наберите камней, они взяли камни и сделали холм, и ели и пили там на холме, и сказал ему лаван, холм сей свидетель сегодня между мною и тобою. Что значит холм сей? Значит, слова, сказанные здесь на этом холме, это будут для нас всегда памятны. И назвал его лаван и егар сагадуфа, а Яков назвал его галаадом. Потом говорит ему, сказал лаван Якову, сегодня этот холм и памятник, который я поставил, между мной и тобой свидетель, посему наречено ему имя галаад. Смотри, как лаван опять призывает суд божий. Также митспа от того, что лаван сказал, да, надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то хотя нет человека между нами, который бы видел, но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою. Заметь, как раз и два и много раз лаван призывает Бога во свидетели. Промышление Божие об Якове вразумило лавана относительно того, как велика сила Господа и как невозможно укрыться от недремлющего ока. Поэтому он и говорит, хотя мы разойдемся, хотя и нет никакого другого свидетеля, но свидетелем будет сам вездесущий. Таким образом, он каждым словом выражает то, что есть Господь вселенной. И сказал лаван Якову, вот холм сей и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Потом опять говорит лаван, этот холм свидетель, этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бога врамов и бог нахоров досудит между нами бог отца их. Яков поклялся страхом отца своего Якова. Заметь, как после отца он присоединил имя деда, который был брат патриарха, а его деда. И заколол Яков жертву на горе и позвал родственников своих есть хлеб. И они ели хлеб и пили и ночевали на горе. И стал лаван рано утром и поцеловал внуков своих и дочерей своих и благословил их. И пошел и возвратился лаван в свое место. Видишь, возлюбенный, как велика премудрость Божия, как в одном и том же деле Господь показал и об Якове промышление свое, и лавана удержал от несправедливости к праведнику, и тем самым через что внушил ему, не говорить Якову худого, привел мало по малу на путь Бога познания. И тот, кто набежал как зверь, намереваясь схватить и растерзать, возвратился домой, принесший оправдание и облабызав дочерей своих и детей их. Может быть, мы продлили слово свое уже слишком долго, но нас поставил в эту необходимость порядок самого повествования. Итак, оканчивая здесь слово, просим вашу любовь. Так делайте располагать все дела свои, чтобы удостоиться благоволения свыше. Если будет благоволить к нам Бог, тогда все будет для нас удобно и легко. И ничто не сможет опечалить нас в настоящей жизни, хотя бы казалось что-нибудь прискорбным. Таков преизбыток его могущества, что он, когда благоволит, обращает и самой печали в радости. Так и Павел среди скорбей радовался, веселился, окрыляемый ожиданием уготованных ему наград. Поэтому и пророк сказал «В скорби распространил меня, вразумляя нас, что Бог и в самых бедствиях даровал ему наслаждаться безопасностью и спокойствием». Псалом 4.2 «Такого имею владыку, столь могущественного, столь благопромыслительного и премудрого, столь человеколюбивого, приложим свое усердие и будем иметь великое попечение о добродетели, что вы получите настоящее и будущее благо, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу слава и держава ныне и пресно и во веки веков. Аминь». Субтитры создавал DimaTorzok